Мы в прямом эфире. У меня здесь какие-то пятнышки. Сделала фильтр, потому что вид уставший. Мы уже столько времени с этим работаем. И вот наши поправки. Я решила рассказать в прямом эфире этот момент, потому что у нас между собой произошли споры. Смотрите, авторы законопроекта предлагают дополнить у КРК опасность статьей 108, черточка 1, следующего содержания. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Умышленное причинение, то есть специально ребенка ударили. Легкий вред здоровью, скажем, что ребенка. Наказывается штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей. Это примерно 700, я посчитала, точно, 738 400 тенге. Либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов. Если по 8 часов в день, это получается 25 дней исправительной работы за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Это вот я новые поправки считаю. Дальше. Либо арестом на срок до 50 суток. Тоже деяние, совершенное в отношении двух или более лиц. Допустим, у вас два мальчика подрались между собой. И там, не знаю, каждому дали по подзатыльнику. Это же получается легкое причинение вреда здоровью. Наказываются теми же мерами. С особой жестокостью, равным в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного. Ну, ребенок, он как бы находится от вас в беспомощном состоянии, в материальном или иной зависимости от виновного. Так, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной, ненавистили вражды. Неоднократно. В отношении заведомо несовершеннолетнего идут более жесткие меры. Наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей. То есть это 3 миллиона 672 тысячи, да, выходит. Либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественной работе на срок до 600, либо ограничением свободы на срок до двух, либо лишением свободы на тот же срок. До двух лет, наверное, пропустили. То есть вот такие поправки. Сейчас я вам еще скажу. А также вот, смотрите, умышленное причинение легкого вреда здоровью. Здесь есть такой пункт в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга. Я так понимаю, если пришел человек, допустим, ювенал, ювенальщица, отбирать ваших детей. Я думаю, что ни один родитель не будет просто так стоять, отдавать и смотреть на это. Но если вдруг вы нанесли легкий вред здоровью этому человеку, то вы должны будете заплатить 738 тысяч 400 тенге в казну за то, что вы защищали своего ребенка. То есть вот такие вот поправки. Это только один момент мы сейчас обсуждали. Получается, что человек выполнял профессиональный долг, а вы ему нанесли легкий вред здоровью. Соответственно, это должно наказываться по мнению. Это я вот читаю из вот этих вот документов, поправки, которые внесли. Разработчики обосновывают введение новой статьи целями усиления ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Казахстанский союз против введения указанной новой статьи в УКРК в редакции разработчиков законопроекта, поскольку в носимом восьмом пункте признакам в отношении заведомо несовершеннолетнего семья причисляется к отягчающим обстоятельствам, тем самым создаются негативные социальные последствия в виде дискриминации суд о семье и как такового, и ориентированное граждан на одинокую бездетную жизнь. Это вот союз родителей вносит свои поправки. Мы сейчас их распечатываем каждому сенатору отдельно. Их у нас 49 человек. Мы каждому подписали, каждому собрали папочку. Девочки, дайте одну папочку, пожалуйста. Покажу. Вот такая папка. Вот здесь мы указали номера телефонов наших, БИН, название. Это Айгуль Кабаровой. У нас есть такой сенатор. Написали, что мы направляем вам разбор опасных норм, законопроектов по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. И под документы по списку. Здесь у нас 6 пунктов, и на каждую мы сделали обоснование. То, что вот такие вот толстые папочки, девочками собираем, сидим. До сих пор сейчас собираем. Я начала изучать, но так как никто из нас еще не успел подробно прям изучить, мы как бы все знаем, что они принимают каждый раз одно и то же. То так, то так, то так, то так, но это все все равно одно и то же. И сейчас мы прям изучали конкретно, куда они что внесли. В принципе, так же как бы они вносили в СБН, то же самое они вот и вносят здесь. Так, привет всем знакомые лица. Также мы написали предложение свои, что мы предлагаем внести, что считаем необходимым, чтобы было. Ну, Настя до этого делала тоже разбор прям по нескольких статей. По травли, по буллингу. Так, сейчас я еще хотела один момент сделать, рассказать про побои и истязания. Ну, это вот Настя, Настя сказала, про него, наверное, отдельно будем делать как-то эфир, что истязания, в статье истязания, систематическое убрали, да, Настя? Систематичность убрали. И как бы теперь побои и истязания, они как бы равны, да? Ну, там так хитро. Хитро. Надо тогда изучить подробно, и либо вам скинуть ссылку, либо разместить это на аккаунте. Мы, наверное, будем еще разборы размещать. Вот что конкретно нам, как родителям, непонятно, и чего мы конкретно опасаемся. Завтра скинем телегу. Завтра скинем телегу, Настя говорит. Если легкий вред будет криминализирован, перейдет в уголовный кодекс, а также уйдет от частного обвинения, дело будет заводиться без заявления, то откроется легкий путь для лишения родителей их родительских прав. Поскольку кодекс РК о браке, супружестве и семье гласит в статье 75 «Родители лишаются родительских прав при совершении ими умышленного уголовного правонарушения против жизни или здоровья своего ребенка, супруга, либо других членов семьи». То есть, понятно, да? Легкий вред этой поправкой криминализирован. И переходит в уголовный кодекс. И также там еще моменты по поводу доносов. То есть, если когда в СМИ размещается, кто-то в комментарии указал, а вы знаете, семья такая-то там, где ребенка бьет, мы слышим, как он плачет. Бьет он или ребенок просто плачет, потому что у него живот болит или плохое настроение. Это уже как бы неважно. К нему придут ювеналы и будут разбираться. В семье начнутся какие-то проблемы, ребенка начнут изымать. А тот, который написал человек комментарий, он не понесет никакой ответственности. Согласно вот этим поправкам. И нигде не указано, что заложенный донос, да, его можно будет привлечь. Нет. То есть, можно в отношении любого человека написать вот такие какие-то вещи и создать проблемы. Получается вот так. Пользуйтесь, да? Пользуйтесь. Господа мошенники. Господа мошенники. Ну, то есть, мы написали о том, что необходимо также их привлекать в заложенный донос, если не подтвердилась информация. Если у вас есть какие-то мнения, пожалуйста, пишите в комментариях. Почитаем. У меня все. Так, а как прямой эфир включается? Можешь мне отдать? Можешь мне отдать? Можешь мне отдать? Можешь мне отдать? Да, я уже. Я уже.